Сергей Олегович, а вот то, что действительно, если Путин онкология, если мы говорим о какой-то серьезной стадии, от этого ведь он становится только опаснее, насколько я понимаю. То есть этому радоваться на самом деле, наверное, ну, с одной стороны, мы понимаем чувство людей, которые этому радуются, но здесь нужно и с осторожностью относиться. Да, потому что, опять же, если бы он был нормальным человеком, то нормальному человеку, которому говорят, ну, вот, возможно, скоро там тебе предстать надо будет перед бородатым мужиком наверху где-то, вот, и поэтому тебе бы хорошо подчистить концы какие-нибудь, если у тебя есть какие-то проблемы с твоей совестью, то вот сейчас вот это вот то самое время, когда решите надо эти вопросы. Нормальный человек сразу идет к стартам каким-нибудь, начинает там удаляться от дел, начинает заниматься благотворительностью, начинает заниматься своими детьми, которыми он не занимался 70 лет или 50 лет, начинает там вспоминать о каких-то своих друзях, любовниках, любовницах, вот, о детях, о небрачных детях, о стране, в которой он живет. Это если бы был нормальный, сильный человек. Но Путин не нормальный, сильный человек, у него может возникнуть абсолютно право, вы правы, то у него может возникнуть абсолютно другая, противоположная реакция, а именно, ну, если мне помирать, то мне терять уже нечего, да, и тогда мне теперь интересно, что? А если я умру, а как же так, а земля будет продолжать крутиться, да, а Россия будет без меня, да куда же она бедная без меня? Так нет, вот я вас всех за собой в могилу и утащу, и поэтому, значит, дайте мне мой ядерный чемоданчик, хрен с ней, с Америкой. Вот, и с Россией то же самое, естественно, потому что в ответку прилетит. Вот, да, это опасная вещь, именно потому что Путин, именно поэтому этот самый Томас Фридман и вспомнил то, что я ему говорил 14 месяцев тому назад, что Путин самый опасный дурак в мире. Да, да. Давайте двигаться дальше, Сергей Олегович, вы уже упомнили военного преступника Пригожина, он в последнее время вообще переходит все, собственно говоря, красные линии. Из последнего, вот, Головорец заявил, что Вагнер расстреливает возразделения Российской Федерации, которые бегут с позиции. Уже не первый раз рассказывал Пригожину о том, что покидают российские войска свои, значит, окопы, и вот теперь он уже не скрывает, говорит, у нас поэтому и боеприпасы, кстати, заканчиваются достаточно часто, потому что приходится и останавливать бегущих оккупантов. Ну, а до этого, конечно, протроллил отлично он Шойгу приглашением на фронт, еще и с такой формулировкой для наших зрителей, напомню, учитывая ваш многолетний опыт ведения боевых действий. И вот помогите нам, оцените, значит, ситуацию на фронте, может быть, дадите какие-то советы. Как вы считаете, вот этот переход красных линий, сам Пригожин, во-первых, знает ли какую-то красную линию, которую переходить нельзя, потому что он уже вроде как даже Путина вспомнил, назвал его довольным дедушкой, который вполне может оказаться мудаком, да, и вот он все повышает ставки. Есть ли какая-то грань, которая, ну, во-первых, в этот театр, опять-таки, то есть Пригожин раньше был, да, актером театра, которым вроде как руководил Путин. Теперь уже мы видим, что он из-под контроля выходит. Как вы считаете, вот чувствует, еще берега видит Пригожин или он уже настолько зарвался, что дальше только ва-банк? А он не зарвался, он, наоборот, понял, что никаких берегов нету и что все берега в России отодвигает тот человек, который занимается наблюдением за этими берегами. То есть вот для простого человека, для него есть берега, да, потому что вот дальше там полицейского участка он не пройдет никуда, да, дальше там налоговая инспекция, дальше какого-нибудь там банка, вот, дальше ЖЭКа он никуда не пройдет. А вот сильный человек отодвигает все это дело, для него, как раз, берегов никаких нет. Хотя у Пригожиной есть красные линии и, вы знаете, будете смеяться, но самое главное красные линии, ее мало кто заметил. Я ее заметил первый раз, когда он рассказывал по какому-то кладбищу своих этих бандиозов, вот, и смотрю, какая странная эмблема на памятнике, потому что у них там нацистские черепы кости обычно, в ССовские, ну там костей нету, а череп есть. То есть Вагнер это, в общем, такая абсолютно неонацистская группировка, создал которой Уткин, абсолютный неонацист, у него там, он весь утатуирован до задницы Гиттером, до свастикой и всем, чем только можно, вот. Вот, и они до сих пор имели этот череп на своей эмблеме, вот. И мы их утикали все и говорили, что, ну вот, типа, борьбы борцы с нацистами, значит, имеют ССовский череп на свою, на свою, все, поменяли они. Они, значит, поменяли звездочку и сделали, да. Ну, на самом деле, если посмотреть на эту эмблему, там такой четырехугольник, значит, круг, в нем четыре, значит, перекрещиваются вот такие вещи, значит, и внутри звезда. Вот, и для тех, кто не знает, это та же самая нацистская символика, только она немножко более глубокая, потому что это, в общем, символический коловорат, то есть та же самая свастика, просто она вот не прямую, так, чтобы вот попадать под действие статьи 20.2 Административного кодекса Российской Федерации, вот. Значит, она, это такая вот речь, даже существует такой вот какой-то там этот крест, а внутри вефлеменская звезда, то есть это одна из символик нацистских. Вот, но поменяли-то. Значит, все-таки для него красные линии есть. Значит, он понял, что все-таки вот играть с этим, с черепом хватит уже, да. А это означает, что он пошел в большую политику. Все, он пошел в большую политику. Вот, поэтому, значит, и он себе поэтому позволяет их всех материть, и дедушку тоже позволяет материть, потому что дедушки нет уже. Все, дедушке уже выписан ордер в ГААГу. И поэтому Пригожин к нему всегда может прийти и сказать, Вова, а ты чего? Ты кто вообще? Ты это, надуваешь щеки, что типа ты президент, а вот ты не читал тут это? Тебя вот это в Голландии ждут. Почему? Ну, а с другой стороны, Сергей Олегович, ну а ведь есть вероятность того, например, что на Пригожина найдут управу. Ну вот мы помним, как расправляется со своими конкурентами Путин, и сейчас сослаться на какую-нибудь украинскую ДРГ или точечный удар Хаймарса и просто ликвидировать того же Пригожина, если он действительно в край оборзеет. Ну, ведь не составляет большого труда. Вы сказали, если он действительно в край оборзеет. Он оборзел в край уже шесть месяцев тому назад. Он материт Шойгу и Герасимова уже шесть месяцев как материт. Он уже убивает людей на видео в прямом эфире. Он признал, что он является начальником ЧВК «Вагнер». Кстати, ЧВК «Вагнер» является юридическим лицом Российской Федерации. Есть банда Пригожина. У Пригожина есть свои юридические лица, там конкорды, прочие всякие вещи. У них есть культурный центр ЧВК «Вагнер» в Петербурге. Это культурный центр. А ЧВК «Вагнер», если вы прогуглите этот самый реестр юридических лиц Российской Федерации, единый реестр, то там нет никакой ЧВК «Вагнер». И есть еще ассоциации, которые называются «Лига ветеранов», которая объединяет этих самых бывших спецмазовцев, которые работали на Пригожина. Пригожин пошел в большую политику. Все, он начал уже давным-давно. Мне никто не верил. Говорили, ну ты ерунду говоришь какую-то. У него нет никакого электората, у него нет никакого потенциала электорального. Теперь все поняли, теперь все повторяют. Все говорят, что все, Пригожин – президент будущий. Но я нашел фразу другую. Давайте еще раз ее повторим. Если его к 2024 году не убьют, то он будет следующим президентом Российской Федерации. Но оговоримся, если его не убьют, а убить… Да, друзья, кстати, сейчас очень важно напишите ваше мнение в комментариях. Вот такой тезис прозвучал от Сергея Олеговича. Возможно, вещей. Может быть, мы с Сергеем Олеговичем в 2024 году после выборов в Российской Федерации будем общаться. И я скажу, ну вот, действительно, пророк. К тому же, вот недавно средства массовой информации, аффилированные к Пригожину, уже опубликовали такой предвыборный плакат, значит, на котором есть Пригожин, он стилизован под выборы. И даже вывалили какую-то статистику, и судя по этой статистике, там разница между рейтингом Путина и Пригожина буквально в 3%. Я не могу сказать о достоверности, но они так декларируют, мол, даже уже сейчас, за год до выборов, и это мы, мол, еще даже не начинали, так сказать, предвыборную кампанию официальную, а у нас уже вот какой рейтинг. Они абсолютно правы, и на самом деле там никакие не 3%. У Михаила Шентельман на своем канале провел социологический опрос среди своих зрителей. У него там куча зрителей, принял участие там несколько тысяч, у него разделились голоса. Вот он задал вопрос, если два кандидата, Путин и Пригожин, вы за кого? И 87% за Пригожина, и 13% за Путина. Вот реальная социология. И, кстати, это не только вот там люди троллили, да, и просто, так сказать, юмором занимались. На самом деле у него есть социология вполне нормальная, потому что у него путинский эректорат. Пригожин ведь работает с путинским эректоратом. Путин пришел мочить в сортире, никого не замочил, а вот теперь пришел Пригожин и говорит, что я вот всех замочу. И все ему верят, потому что он 9 лет отсидел в пюряге. Потому что он-то настоящий зэк, а Путин только косил под зэка. И поэтому я это все рассказывал уже несколько месяцев, уже устал рассказывать все это дело. Вы меня очень сильно оскорбили сейчас, Алексей, потому что вы сказали, если мы через несколько лет посмотрим и так далее. У меня все предсказания забываются уже 25 лет. Простите, дорогие коллеги, простите, а скепсик профессиональный, понимаете? Как минимум. Я вам расскажу анекдот с первым предсказанием. Первое предсказание. 1978 год. Умирает Кулаков. Ну, убили на самом деле Кулакова. Был он секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Его убили. И на его место поставили некого, никому неизвестного, первый секретаря Ставропольского крайкома КПСС, Михаила Сергеевича Горбачева. Было ему там 45 лет или что-то в этом роде. Я работал с французами. Это было, значит, в 80-м году или в 81-м году. И они меня спрашивали, кто будет следующим генсеком после Брежнева. Я им сказал, Горбачев. Они говорят, а кто такой Горбачев? Я им говорю, вот такой человечек есть. Потому что, посмотрите, в 78-м году он стал секретарем ЦК. Через год его ввели кандидатом в члены ПБ. Через год он стал членом ПБ. То есть вот ему. Он сейчас самый молодой член ПБ. И вообще, вот так сказать, его явно совершенно за ним стоят какие-то силы. Я тогда еще не знал всего расклада. Я не знал, что за ним стоит Андропов и так далее. Я сказал, что Горбачев. И поспорили на бутылку водки. Значит, когда в 82-м году умер Брежнев, мне этот приятель там через несколько лет звонит и говорит, а-ха-ха-ха-ха, ты ошибся. Я говорю, ну да, ошибся, да. Потом Черненко, ну да, ошибся. А в 85-м году, когда таки пришел Горбачев, вот он позвонил, сказал, да, спасибо, что ты сказал. Вот, значит, 4 года назад ты был единственным человеком, который увидел потенциал этого человека, что он будет в будущем Ген-Сей. Вот это чтобы, это вам урок на будущее, Алексей, никогда не ставьте под сомнение все, что я вам говорю. Я вам говорю, что если Пригожина не убьют, и он будет следующим президентом Российской Федерации, значит, так там и быть. Единственный человек, который знает что-то лучше меня, это предсказатель, который был... У Марка Фейгина. Как его там, Андрей? Ну, у него все-таки есть дополнительный навык. Он может читать звезды, их расположение, там, и карты, там, у него есть дополнительные... Ну, видите, там с этим шаманизмом мы с вами увидели, да. Там главное не только знать ответ, но еще знать, понимать этот ответ, да. Космач, космач. Потому что, когда вам скажут там, что следующим, великий князь Владимир, да, и вот Путин там расплылся и говорил, ууу, классно. Я победю всех. А вот, а оказывается, что это совсем другого великого князя не имею в виду. Друзья, если хотите как можно больше еще слышать точных прогнозов от Сергея Олеговича, подпишитесь на его YouTube-канал. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Ну, и не забывайте ставить лайк этой беседе и писать ваши вопросы. Возможно, сделаем такую рубрику. Будем просить Сергея Олеговича отвечать на вопросы от зрителей. Так что, друзья, ждем вас в комментариях. То, что вас интересует, пишите обязательно. Есть еще буквально пара тем, которые просто не могу с вами не обсудить. Вот, значит, The Mirror сообщает, что Лукашенко отравили. Белорусские СМИ пишут, что с начала мая он не появлялся нигде, кроме как парада в Москве, куда прибыл в последний момент. Потом не восстался он на завтрак лидера БДКБ, срочно вернулся в Минск на мероприятие. Там он не выступил. Это я для наших зрителей хронологию напоминаю. Не выступил, не держал он там слово. Впервые выступал на него министр обороны по фамилии Хренин. Вот, Сергей Олегович, спасибо вам, спасибо вам, что вы не единственные. Кого смешит это? Я в общении с одним из наших гостей сказал это вот так с серьезным лицом. А потом улыбнулся и говорю, извините, я над фамилиями не смеюсь. Мне в комментариях написали, эх, вот, как хорошо, что не я один такой. Вот, в общем, Хренин выступил вместо Лукашенко. Да, и, в общем, видели мы, что в плохом состоянии находился Лукашенко. Это было видно и по внешнему виду. Но вот сама вот эта теория, мы помним загадочную смерть министра иностранных дел в Беларуси, от того же Макея, скоропостижную абсолютно. Понятное дело, что это может быть просто заболевание. Лукашенко уже не молод. Однако вот эти вот теории об отравлении, насколько это вообще вероятно? Если мы даже не утверждаем, то хотя бы вот насколько это вероятно? Можем говорить? Ну, в Кремле это вероятно на 100%. В Кремле это вероятно на 100%. За последние 14 месяцев я насчитал 32 или 35 значимых трупов, где совершенно понятно, что никакие это были не самоубийцы, не самоубийства. Можем пройтись по всему списку. Я в последней своей книжке, даже у меня есть глава, я их называю. И самое страшное другое, что вы понимаете, что книжка, чтобы она вышла в Кремле, я ее сдал в 50 марте. И, соответственно, за эти два месяца добавилось еще там петок трупов новых. И обидно, не успеваешь. Это надо интернет-сайт иметь. Вот на интернет-сайте можно обновлять все это делать. То есть это все 100%. С Лукашенко я тут не соглашусь, потому что Миррор вообще это желтая газета английская. Ну, понятно, что там есть приличный Гардиан какой-нибудь, это приличные вещи. А вот Миррор это... Должны разные источники информации. Я ведь не утверждаю, я просто говорю, что пишут вот так. Я поэтому с вами и хотел бы обсудить. Да, я понимаю. Нет, на самом деле желтая пресса, это очень интересная пресса, потому что смотрели все люди в черном, да, и мы обратили внимание, что как раз в желтой прессе пишут всегда правду, которую основная политическая пресса никогда не хочет говорить. Да, если вы хотите узнать правду, то нужно читать как раз таблоиды и желтую прессу. Но все-таки надо делать ссылку на желтизну, да. Здесь Миррор, конечно, захотел себе собрать там очередной тираж какой-нибудь. Вот, никто Лукашенко не травил. Не травили по одной простой причине. Путина Лукашенко устраивает на 200%. Точно так же, как Путин устраивает Лукашенко, Путин устраивает Синдзиньпиня. Путин, вы будете смеяться, устраивает Запад. Путин устраивает Запад. Путину нужен Запад, но Путин нужен слабенький. Путин устраивает Запад почему? Во-первых, потому что кто такой еще будет тянуть в такой маргинез страну? И в то же время слабый для того, чтобы не нажать на ядерную кнопку. Конечно, слабый, чтобы не нажать на ядерную кнопку, слабый, чтобы распродавать все свои богатства по дешевым ценам Западу, слабый, чтобы распродавать в Сибири, Дальний Восток, Китаю и так далее и тому подобное. Но одновременно достаточно сильный, чтобы держать эти 17,5 миллионов квадратных километров. И то есть Путин в этом смысле, кстати, поэтому он так долго и сидит. Вот вопрос, почему не очень умный человек сидит так долго? Потому что плюс к тому же, еще надо добавить, что он укладывается в ожидание этого советского быдла, совка, который вот в нем видит самих себя. И по этому поводу это и Путин, это вот очень непопулярная вещь, я ее стараюсь не говорить, я ее пишу в секретных записках. Вот когда мне клиенты платят большие деньги за какую-нибудь там консультацию, я это пишу в секретных записках, что Путин это не самый плохой вариант ни для России, ни для мира. Особенно начальный Путин, молодой Путин. Вот Путин первые два срока, это почти даже, я не скажу хорошо, но это почти неплохо. В том числе, кстати, наведение порядка, наведение порядка в законодательстве, наведение порядка среди олигархов, потому что там, в общем, бардак-то у Ельцина. При Ельцине был такой бардак, что, в общем, если бы он не был по-человечески просто приятным человеком, то его бы надо было давно уже отставить. И его выборы в 96-м году, я вам рассказал, как его и перезбрали, да, и все это знают, там, у него был рейтинг 2%, ему сделали эти выборы, высосали из пальца, и, в общем, все это. Но боялись чего? Что придет сильный человек, Примаков, например, да, и сильный совок будет, и вот тогда вот мало вам не покажется, потому что Примаков-то вот на красную кнопку нажмется абсолютно не, ничтоже сумляшися. Вот Путин слабый человек, и он всех устраивает в этом смысле, и больше того, даже Украину устраивает Путин, вот нынешний Путин, потому что это же идиотская война, она, возможно, только при идиоте Путину. Единственная проблема, что он стал опасным идиотом, да, вот пока он был просто идиотом, вот пока Дима Медведев был просто идиотом, сидел там, это, айфон, там, я не знаю, там, кинди-руси пхай-пхай, это нанотехнологии, нанотехнологии, там, вот мы там в космосе, это, ради бога, Димон, давай, давай, Димон, космос, компьютерный, мы тебя научим, айфон дадим личный, золотой, вот научим, как там кнопки нажимать, не проблема. Вот, но когда он полез вот своим телеграм-каналом, там, я не знаю, нажимать красную кнопку каждый день, то, конечно, это идти в больницу уже. Вот, и у Путина то же самое, он средний человек, слабый, неуверенный в себе, он всех устраивал, и больше того, он же построил страну, которая абсолютно зависима от Запада, на 100% зависима от Запада, потому что продавать деньги эта страна зарабатывала только на распродаже своих природных ресурсов, на заграницу, на Запад и на Восток, и поскольку она ничего не производила внутри, на эти деньги она закупала все продукты и все товары из-за границы, в Китае и в Европе, в Штатах, в Японии, в Южной Корее, где угодно. И это всех устраивало замечательно совершенно, прекрасно, здорово, отлично. Вот, но у него моча в голову вступила, и, значит, с 12-го года он начал огрызаться, всем грозить и говорить, что, типа, а я теперь сильный, большой и так далее. Вот, но он всех, конечно, устраивал. И это проблема.